Добрый день, уважаемые коллеги. У нас сегодня такой очень необычный набор участников. Обычно всегда регулирование почему-то обсуждается исключительно с регуляторами, но мы посчитали, что, наверное, не совсем это будет правильно. И у нас два регулятора здесь присутствуют, действительно, есть представители НКЦК и есть представители Минцифры, но у нас здесь присутствуют и представители двух организаций, которых обычно не принято говорить у нас в стране лоббисты, но тем не менее, в хорошем смысле слова, это действительно представители компаний, которые осуществляют лоббистскую деятельность в отношении определенной группы компаний, занимающихся информационной безопасности, либо обеспечивающих то самое протозамещение, о котором мы говорили. Почему мы посчитали это важным? Потому что, на самом деле, практика российского законотворчества и практика российского нормотворчества сводятся к тому, что обсуждение того, что государство предлагает регулировать, проходит у нас не только в широком смысле слова, на открытых площадках, но и через сбор мнений и понимания, как это может повлиять на те самые компании, которые здесь у нас представлены ассоциациями. Ну и еще один участник, собственно, у нас представляет комитет по стандартизации, поскольку, несмотря на то, что мы все с вами ориентируемся исключительно на нормативные документы, тем не менее, часть требований по информационной безопасности у нас оказываются в государственных стандартах или в стандартах отраслевых, и это во многом определяет, как то, что написано в нормативном документе, на практике должно быть реализовано. Тем более, в предыдущей сессии, в панельной сессии достаточно много говорили про типовые решения, говорили про не столько стандартизацию, но импортозамещение и общие подходы к этому. Это как раз тема стандартизации того, что есть. Коллеги представлены, представлять дополнительных не буду. И начнем наше с вами обсуждение, наверное, с первого вопроса. Замечу, мы специально не готовились, у каждого есть там какие-то свои наработки, все просто знали тематику, но распределение, кому какой вопрос, мы точно не осуществляли. Поэтому начну просто с первого вопроса. Обеспечение нормативно-правового регулирования в сфере информационной безопасности у нас действительно разнообразно. При этом не всегда соблюдается четкое выполнение регуляторной базы, либо она выполняется достаточно формально. И примеры тому были, собственно, на предыдущей дискуссии, в том числе на слайдах НКЦКИ. Вот вопрос, который я бы, наверное, сейчас задал всем в таком экспресс-режиме. Вот почему вы считаете, что нормативки много, но ее, как правило, у нас выполняют крайне формально. И начнем мы, наверное, с представителями Минцифры. Пожалуйста. Спасибо, но у меня не получится кратко. Да-да-да. Смотрите, давайте перейдем в некую аналогию. Да, вот есть люди, живут хорошая погода, солнце светит, у тебя есть доски, гвозди, молоток, чертежи. Ну ты не будешь строить дом, тебе так нормально. Там в палатке, в шалаше. Значит, два года, ну то есть есть какая-то регуляторика, есть проектная документация и так далее. Два года назад прям резко пошел град. Вот прям сразу, без предупреждения. И все, кто, как это, там три поросенка, там дом не строили, там все кирпичные каменные, жили там домики из соломы, ну блин, резко зашевелились. Понятно, что когда ты начинаешь уже в экстренном режиме решать какую-то проблему, то оказывается, что есть какие-то проблемы, там что-то не хватает в регуляторике, и проектная документация какая-то не та, и какие-то снипы уже устарели, там, и еще что-то, еще что-то. Соответственно, это начинает в движении подтягиваться друг к другу, друг к другу как-то подтягивать. Вот. И это, собственно, произошло. Одним из таких стимулирующих или направляющих действий, это был 250-й указ о том, который, по сути, говорил, что, ребята, вообще давайте заниматься информационной безопасностью. За него отвечает владелец системы. Вот. Первое лицо. Первое лицо предприятия, организации, там, сказать, у нас по 250-й указ, по-моему, попало бы около 200 тысяч где-то, по прикидкам, так сказать, организаций. То есть стратегические значимые, системообразующие, КИИ, НИКИ, ГАСУХа вся, по сути, и так далее. Что давайте этим заниматься. И вот начали заниматься. Значит, достаточно активно начала подтягиваться регуляторика в виде методических документов, каких-то новых требований. Значит, ну дальше мы попадаем в тот вопрос, который вот обсуждался сегодня у нас в первой части дискуссии. Вообще сказать, что у нас уголовное дело вот доведено до посадки только одно. Да, то есть как бы должна быть ответственность. То есть вот инструмент для обеспечения безопасности есть. То есть, в принципе, диалог между регуляторами и бизнесом, когда, так сказать, жалуются, он нет, он плохой, так сказать, стараются услышать. И диалог налаживается. Нет. Вот, как я вижу, проблему заинтересованности в обеспечении информационной безопасности. Риски, кибер-риски, там, не считая последних двух лет, они на фоне общих рисков в области IT и бизнеса были очень малы. И строили системы, так сказать, ну, кибер-риски, они какие-то там такие вот есть, мы от них как-то там защищаемся. Вот у нас аттестат есть какой-то, так сказать, там, ну, даже если он просрочен, там, и изделия какие-то мы там сертифицированно используем, так сказать, и консалтинг какой-то у нас есть. Но у нас общественные проблемы, они в другом. Значит, вот началась операция, значит, как говорится, пошел град, значит, кибер-риски существенно выросли. Значит, действительно, первые там месяцы все эбэшники спали стоя, что называется, нон-стопом, так сказать, пытаясь достроить быстро, так сказать, там, из чего есть уже, значит, вот эти каменные дома. Сейчас ситуация более-менее выровнялась, и нужно уже, всем понятно, да, что как бы мы к соглаши не переедем уже. Вот, но задача как раз в том, чтобы довести до первых лиц, организаций, кто принимает решения для лиц, принимающих решения, актуальность кибербеза, и показать, что в случае не решения этих задач, не выполнения требований и так далее, для него риски появляются ничуть не меньше, чем другие. Вот как минимум так. Это могут быть штрафы, это могут быть реальные издержки, ну, там, и про обороты, то, что говорили, это могут быть уголовные дела и так далее. То есть как с той стороны регулятора, так и с реальной фактической проблематикой. И в этом направлении, ну, сегодня, я думаю, будет дискуссия, я могу рассказать, что делается министерством. То есть какие... Это мы сейчас, это будет чуть попозже. Ну, как бы основной трек такой. Да, ну, то есть основной тезис в том, что при наличии большого количества нормативных документов, контроля за ее исполнением фактически не было. Сейчас я конкретизирую... Принуждение к исполнению. Недостаточно. Я конкретизирую, контроль не только со стороны государства, но и контроль со стороны злоумышленников, которые особенно не интересовались. Понятно, позиция понятна. Так, теперь хотелось бы услышать ответ от представителя НКЦКИ. Так, я уже потерял нить, правда. Итак, нормативки много, но выполняют формально. Почему? Как в КВЕ, знаете, там... Да-да-да, значит, выполняют формально, потому что по-другому, наверное, не могут выполнять, да? То есть какая-то здесь творческая нотка, наверное, действительно не приветствуется. Другое дело в качестве нормативки, а вот в этом проблема огромная. Если копнуть, почему это так, значит, то у нас вот был некий такой либерально ориентированный период в нашем государстве совершенно недавно, да? Да, мы все в курсе, как бы он буквально закончился на днях, по сути, да? Где, в течение которого вопросы там бизнеса были, ну, превалировали над вопросами обеспечения безопасности государства в целом. Я сейчас говорю, вот, свои наблюдения. Сейчас со мной можно спорить, конечно, но, по крайней мере, свою позицию я выскажу. И в этот период мы обросли таким количеством требований к выпуску, да, к подготовке, выпуску, подписанию и так далее, ну, ко всем этапам подготовки и выпуска нормативных правовых актов, да, что это просто, на самом деле, целое отдельное искусство уже, да, то есть вплоть до, там, шрифта, там, требований к пунктуации и так далее, ну, то есть какие-то специфические, на самом деле. Вот, к языку, ко всему, на самом деле. Поэтому, когда, как говорил товарищ Греф, да, значит, в процессе согласования арабский жеребец становится двугорбым верблюдом. Вот, и мы зачастую это наблюдаем, да, то есть от идеи до ее реализации ты думаешь, ё-моё, мы же вообще не про это начинали писать, вот, а вышло оно вот именно так, потому что в этом процессе есть очень много творчества у нас, ну, если это открытый нормативный правилак, да, для лоббистов, есть где развернуться, значит, конкретным правовикам-государственникам, да, которые не понимают в теме ИБ вообще ничего, говорят, вы знаете, вот ретроспективный анализ, мы не понимаем, что это такое, замените, пожалуйста, человеческими русскими словами, и мы придумываем там, мы все понимаем, да, что такое ретроспективный анализ, да, но мы вынуждены придумывать для этого какие-то там два абзаца раскрытия этого термина, да, чтобы вот классическим правовикам он был понятен, он говорит, а, тогда окей, и когда это в продукте вырождается, выражается уже, значит, в финальном, да, ты читаешь и сам засыпаешь уже, да, этот известный мем можно было бы вынести, да, когда, значит, один и тот же человек, значит, читает чужой закон и свой закон, и когда чужой читает, значит, он говорит, ё-моё, как вообще про это можно было написать, а когда читает реакцию на свой закон, ё-моё, как это вообще можно было так интерпретировать, да, Вот та самая история. И, естественно, у нас, если уж говорить про юридическую составляющую, у нас это романо-германская правовая система, она немножечко такая, не forward-looking, она очень реакционная. И вот эти два фактора, реакционная, ну или реактивная, если можно сказать, то есть правовая система плюс нагромождение очень многих условностей и приплом, бюрократического характера, дают нам гигантский лаг по времени на реагирование. То есть нам надо делать сразу. Почему 250-й указ сработал? Я сейчас крамольную вещь скажу. Он не проходил ни оценку регулирующего воздействия, он ничего не проходил. И вышел рабочий инструмент. Понимаете, если бы мы его сейчас превращали в двугорбового верблюда, во-первых, он вышел, наверное, только сейчас бы, а не первого мая, значит, 22-го года. Ну, это вот моя оценка. А то, что нормативка много, так она много, но она на следующий день уже перестает в той или иной мере быть актуальной. Понятно. То есть тезис качества нормативки. Понял. Про 250-й указ чуть попозже поговорим. Это действительно тема для дискуссии, инструмент это не инструмент. Но чуть попозже. А что скажет у нас представитель стандартизации? Представитель транспортного цеха? Да. Уважаемые коллеги, ну вот я как бы в борозде сижу давно и вот наблюдал, как рушила советская система стандартизации, выпуском в 2002 году федерального закона о техническом регулировании, как сразу же буквально на следующий день во все учебные программы всех вузов. Относятся они к стандартизации или нет, везде стал продвигаться стандарты в России, добровольные стандарты, ни к чему не нужны, они мешают бизнесу, они все корявы. Ну, не хочется говорить, что это заказная компания была, но тем не менее. При этом все прекрасно понимают, что в бизнесе, если ты не соответствуешь каким-то профессиональным стандартам, тебя в приличное сообщество просто не возьмут. Это аксиома. Но тем не менее. И когда все стандарты стали у нас добровольны с 2002 года, и обязательно только являлись те стандарты, которые были включены в технические регламенты, в 2003 году никто не понимал, что это такое вообще, что за зверь. Говорили, ну это, например, как директивы Евросоюза. Значит, ну и тут же сразу программу разработали этих технических регламентов. Там экзотические предметы обязательного регулирования появились. Вот смею напомнить, что первым, под номером один шел технический регламент на резиновую продукцию специального назначения. Значит, предложенное директором одного из заводов, чтобы его продукция была единственная правильная в Российской Федерации. Но это как переходной процесс, потом через 5-7 лет все нормализовалось. Но вопрос того, а что такое в России стандарты, и как с ним быть, и вообще это вообще инструмент для работы или для каких-то иных. Он для некоторых сообществ оставался открытым. Для, вот, например, отдельных отраслей он был закрытым, и, значит, его ценность назначения, оно было понятным еще изначально. Не примену отметить и финансовую отрасль, и по тому же пути пошла РЖД, выпуском стандартов организации РЖД и Газпром. Но там, правда, как бы все, значит, это... И определенную роль сыграли. И я вот, дополняя коллег по 250-му указу президента и постановления правительства, 1272, о функциях замдиректора и службы. Значит, я читал этот указ в 22-м году, и, ну, кто-то представил, ну, как бы это, подогнал, грубое слово есть, стандарты Центрального банка, где там было написано, что должна быть, чтобы была система обещания в СССР, первое, что, должен быть орган, да, должна быть служба. Значит, у этой службы должен быть значимый канал наверх, всем принятие решений. Там это именовалось, куратор, в числе первых лиц. Значит, дальше, чтобы избежать конфликта интересов и все остальное, значит, этот куратор должен быть отличным от куратора IT, потому что сговор кругом, и вот то, что вот один делает, а другой, как бы это вот тоже... Иван сегодня отмечал, это вот, чтобы наверх доходила максимально объективная информация, но есть нюансы, да. Дальше, эта служба должна поддерживать минимальный набор функций, который касается процессов управления технологией. Вот тогда только можно о чем-то говорить, если этого нет, вообще ничего нет. А чтобы это все дело работало правильно, ну, надо как-то обеспечить систему подтверждения соответствия, ну, то есть, правильно или неправильно и так далее. И тут мы подходим к контролю качества внедрения. И тут мы споткнулись, но если говорить о том, значит, что происходит реально сейчас, вот все говорят, финансовый сектор справился наиболее хорошо, вот с агрессией, значит, открытой, закрытой, 22-го года, 23-го года и так далее. Но там была достаточно высокая степень зрелости, которой не было в других рядах отраслей. И что еще, я просто одну фразу, Артем Михайлович, значит, когда технари не работают на своем уровне, на своем птичьем языке, не вырабатывают, не разрабатывают нормы правильной, хорошей практики, а они как бы обличаются формой стандартов и дали этим следовать, а эту практику они как бы черпают лучшую и формализуют ее, то тогда выходит на арену регулятор, и он своими неизбирательными мерами и нормами всех под одну горебенку выстраивает. Поэтому не надо говорить, что СКИ что-то не то принял, Минцифра какой-то корявый приказ. Он 10% рынка будет исключительный, 30% рынка будет не очень, а 50% части КВР скажут, да это вообще мы работать не можем. А исполнять надо. И здесь появляется то, что мы видим. А почему нормы есть? Они не работают. И последний пример, как мы работаем, значит, кроме 122-го ТК еще как бы в 32-м работаем, это регуляторов СТЭК России, и когда проходит точное заседание, представители 32-го ТК защиты информации, ребятам говорят, участникам говорят, а там больше шесть организаций, коллеги, либо вы принимаете, вот поэтому объекту нужна свой стандарт, вам понятный, либо я выпущу нормативный правоакт, и тогда будете петь под одну дудку. Поэтому либо вы консолидируетесь и вырабатываете оптимальное, эффективное решение, либо придут решения другие, потому что проблему надо решать. Понятно. То есть основной тезис в том, что уровень зрелости IT-технологий, уровень зрелости понимания IT-технологий для компании определяет готовность компании заниматься, правильно заниматься информационной безопасностью, в том числе реагировать, точнее реализовывать то, что написано в нормативных документах. Ну, в общем-то, да, а как правильно реализовывать, тут правда у всех своя. Отлично. Отлично. Значит, есть еще один тезис, и мы постепенно к ним, ко всем вернемся. Николай Комлев, вот уровень зрелости IT-технологий, да, как-то это влияет на реагирование? Ну, и ваш ответ, почему? Ну, я, наверное, начну с почему. Ну, первое, прям пальцы загибать буду, это низкое качество нормативно-правовой базы. Второе, это наличие… Лоббистов много, лоббистов как со стороны бизнеса, так и со стороны государства. Та же тема инфобезопасности регулируется, ну, на одной не хватит руке пальцев, да, сколько там государственных органов ей занимается. И у каждого свое видение, своя правда, и зачастую, ну, вот, просто чтобы не быть голословным, чуть-чуть, может быть, не полностью инфобезопасно, но вот многие, в том числе и со стороны там госорганов, путаются в понятиях доверенной и отечественной. И там начинается там любая дискуссия для того, чтобы принять какой-то закон или постановление правительства, там участвует много игроков, и там что поддерживать. Дальше начинается производители процессора, говорят, вот наша отечественная, доверенная и полностью безопасная, это на, там, только на Эльбрусе, все это наше родное, и все. И принимается там какой-то документ, что все должно там соответствовать. У них своя правда. Там программисты говорят, слушайте, да мы бы все соответствовали, и было бы у нас все свое, отечественное, независимое, были бы эти процессоры, печатали бы здесь. Это другая правда. Дайте нам процессоры, будет соответствовать. Там есть, там, третий, четвертый, там, производители компьютеров и так далее. И есть Минцифры, есть Минпромторг. По некоторым вопросам, мне кажется, там позиции не совпадают. В результате новые документы, там, постановления правительства и так далее, принимаются, либо компромисс, в котором и умирает норма, которую хотели, которые хотели, правда, сделать рынку лучше. Потому что прислушивались ко всем, в результате мертвый документ, который практически не работает. Либо, наоборот, приняли очень быстро под ситуацию, ну, как пример, опять же, чтобы здесь, там, регуляторов не обижать, из соседней области, там, закон о маркировке рекламы. Бабах, приняли мгновенно. Для чего? Посмотрели, там, блогеры собирают огромные, там, миллиарды рублей по рекламе и не платят налоги. Но в законе это написали, это закон для всех, а не только для блогеров. В результате сейчас каждая IT-компания, которая, там, какую-то рекламу размещает у себя или, там, у операторов и так далее, она все под угрозой, под угрозой уголовного преследования, как, вот, коллеги говорили, что там у нас только одна, одна реальная посадка, да, из, там, из 30. Вот здесь сейчас вне блогерах нету посадок, но чуть что-то не так, и вот этот закон, это мина замедленного действия, сработает. То есть, а дальше выполнять такую нормативку или не выполнять, то есть причин несколько, много лоббистов, неоптимальная система принятия нормативно-правовых актов новых и, ну, слабая правовая база, она, к тому же, еще и быстро устаревает, технологии обгоняют. Ну, и то, что я еще услышал, это, я бы сказал так, мягко, недостаточная координация взаимодействия между разными регуляторами по смежным тематикам. Абсолютно, да, я вот тоже подбирал слова, чтобы сказать мягче. У меня есть какая-то презентация, но это потом, наверное, да? А вот сейчас к следующему вопросу, да, вернемся. Ренат, ваша? Ну, давайте, я понял, нужно кратко. Есть несколько мыслей. Вообще, конечно, импортозамещение началось в 2014 году как импортозамещение, а активная фаза пошла с 2022 года. Об этом мы сегодня поговорили. Значит, в 2015 году был введен механизм ограничения завопа зарубежного, но он достаточно легко обходился. Вот поэтому доля зарубежного, ну, практически не снижалась в ряде классов и до сих пор еще не снижена. Вот вторая тема – это возможность самостоятельного категорирования предприятий и их систем. И мы с вами получили то, что у нас множество организаций и их сегментов недокатегорированы. И вот сейчас вы видите последние несколько публикаций. ВСТЭКС сам формируют перечень, перечни горно-металлургические, последнее вышло ПК, где формируется перечень как раз категории объектов, субъектов, там, подпадающих под закон ПКИ. Вот, все это позволило, ну, заказчикам, предприятиям, ну, достаточно по-своему относиться к выполнению нормативной базы, вот, которая существовала. И мы с вами в 2022 году получили разнообразие в том, что кто-то уже следовал достаточно подробно тому, что сделано и был готов к переменам 2022 года, а кто-то даже не приступал или не формировал как штат, так и, соответственно, расходы на эти все истории. Еще один блок, который был в 2021-2022 году, как раз выявлен, то, что не было предусмотрено, в принципе, достаточного объема затрат на информационную безопасность. Вот, Артем, может быть, помнит, в рамках Федпроекта информационная безопасность, мы даже обсуждали, вот Наталья Ивановна его, Касперска возглавляет, мы обсуждали такое предложение, чтобы увеличить долю затрат на информационную безопасность. Но, к сожалению, по-моему, это не было реализовано. И вот все, вот, я дополняю просто, что говорили коллеги, мне кажется, все это не задало там должного уровня, темпа и доли перехода на российские решения, вот к текущему моменту. Понял, хорошо, спасибо большое. И из того, что прозвучало, я для себя там записал два важных, на мой взгляд, две важные позиции. Первое, это, вот когда говорили про категорирование, по сути, это недостаточное вовлечение регуляторов, в том числе отраслевых, собственно, в тематику обеспечения информационной безопасности, это дает возможность достаточно вольно интерпретировать большое количество требований нормативных документов, ну и, по сути, провоцирует на то, что мы уже перед этим сказали. И второе, что еще для себя записал, это недостаточное финансирование, которое влечет за собой фактически формальное исполнение нормативных документов, не подкрепляя это тем, что на самом деле должно быть сделано в технике и реализовано на самом деле. Хотя вот с этим тезисом я готов поспорить, потому что, опять же, опираясь на статистику НКЦКИ, а еще и на то, что делает компания «Позитив Технологии» в своих исследованиях, кстати, другие ИБ-компании, большая часть вопросов информационной безопасности решается иногда вообще даже без денег, просто элементарными настройками имеющихся не только средств безопасности, но и имеющихся IT-систем. Коллеги, ну вот так кратко мы описали, почему, и второй, собственно, извечный русский вопрос, что делать. А вот я теперь начну, наверное, по-другому. Я начну все-таки теперь с лоббистов и закончим уже регуляторами, потому что, послушав, они, может, что-то для себя скажут. Николай, вот тут как раз, я думаю, тема для той презентации. Пульт можно этот? Кликер. Спасибо. Можно вывести презентацию? Ага. Спасибо. Давайте так, видно вроде все. Буквально несколько нормативных актов. Ну, это про нас, про ассоциацию. Два слова, да, ассоциация АПКИТ. У нас входит ассоциация защиты информации, РПЭ, это электроники, НППП, отечественный софт, Руссофт. Мы стараемся найти, вот когда я говорил, что бывают перекошенные нормативные акты, это не только у государства бывает рассогласование, межведомственное, но и в бизнесе у каждого своя правда. Мы стараемся быть площадкой, которая вырабатывает единые какие-то требования. Итак, несколько документов. 719-е постановление правительства, это подтверждение производства на территории Российской Федерации. Сразу оговорюсь, что у нас в ассоциации есть разные комитеты, и у разработчиков софта может быть одна позиция, у разработчиков железо другая, у производителей паков третья. Вот это позиция комитета по информационной безопасности, куда входят ведущие компании. Значит, первое, это отсутствует раздел оборудования информационной безопасности. И я все зачитывать не буду, я думаю, видно, здесь экран хороший, большой. И есть предлагаемое решение дополнить раздел 9, продукцию радиоэлектроники, отдельным разделом по вот этим кодам, средства защиты информации. Ну и информационная телекоммуникационная система, защищенная с использованием средств защиты информации. Дальше. В этом документе отсутствуют специализированные требования к производителю средств информационной безопасности. И тоже предлагается решение исправить и дополнить первый пункт. Это пунктами, которые предполагают обязательно наличие у производителей лицензии на производство средств информационной безопасности ФСБ или в СТЭК. Дальше. Документ требует большой объем, ну, постановление правительства требует большой объем документов, которые необходимо предоставлять при проверке. И на наш взгляд это избыточные требования, которые затрудняют работу, причем и в человеко-часах, в средствах, во времени. Предлагаемое решение унифицировать требования к набору предоставляемых документов, которые оставят только те, которые действительно доказывают производство на территории Российской Федерации. По бальной системе, значит, там есть обязательные и обязательные предлагаемые решения. Ну, на наш взгляд, ну, на взгляд, на комитет по информационной безопасности есть, ну, как бы вторичные требования, которые не несут конкретной ценности, в частности для средств информационной безопасности. Предлагаемое решение – это пересмотреть эту систему. Ну, это каждый производитель, конечно. Я недавно в собрании электроников, они там говорили пересмотреть в их сторону. Но хотелось бы, чтобы вот эта система баллов, бальная система пересматривали с участием разных сторон, и особенно производителей, и в том числе и производителей средств информационной безопасности. Только с участием всех заинтересованных сторон можно попытаться найти тот баланс, который будет реально работать и исполняться. То, о чем вначале шла речь. Следующее – 325-е постановление правительства. Это… Давайте я быстро, голопом по Европам. Программное обеспечение должно быть… Здесь Ренат глубже прокомментирует, он гораздо глубже в этом процессе, в регулировании, включении в реестр отечественных решений. Ну и вот в частности программное обеспечение должно быть совместимо не менее чем с одним центральным процессором, удовольствием требованиям и так далее, и так далее. И, ну, Ренат не в этом реестре, вот, но, да, то есть от него не зависит вот этих процессоров, создание процессора и так далее. Но вот здесь налицо та логика, что, ну, вот нужно соответствовать российским процессорам. Ну, вот нужно. Но разработчики, особенно из региона, говорят, ну, слушайте, ну как, мы бы рады, но вы дайте нам компьютер с этими процессорами, и тогда вот все будет. Вот это принималось, вот это решение, этот пункт, понятно ради чего, и мы все патриоты, мы хотим, чтобы все на российских процессорах работали. Но нужно быть реалистами, то есть вы либо тогда в Минпромторг, например, опубликуете программу, когда будут процессоры не только разрабатываться, но и производиться в России, тогда выдвигайте эти требования. Предлагаемое решение – это либо убрать это требование, либо перенести его в выполнение несколько лет, либо синхронизировать с Минпромторгом. Ну, или я попробую вклиниться, либо тогда должен быть запрос со стороны заказчика на то, чтобы появились такие средства технические, и уже программные средства на них начали приземляться. То есть фактически речь, возвращаемся к первому тезису, к второму, точнее, не к первому, контроль со стороны регуляторов того, как исполняются документы уже непосредственно у заказчика. Да, 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 абсолютно, абсолютно. Отлично. Чтобы просто была понятна связка, почему мы говорим здесь про вообще-то технические вопросы, они на самом деле отражаются в том, как исполнять нормативные документы. Конечно. Дальше. Если программа обеспечения или его части производная от открытого повода, то там соблюдать требования лицензионного соглашения и так далее, и так далее. Но опять же проблема. Это требует выполнения большого количества условий публикации, информации, что влечет увеличение стоимости и времени и так далее. Ну вот один из вариантов решения, я не говорю, что это лучшее, оптимальное, убрать эти требования или перенести выполнение на несколько лет. Если мы работаем быстро, срочно, импортозамещаемся, то давайте как-то учитывать срочность. Последний пункт по 325-му – это наличие у правообладателя собственного репозитория компонентов и прикладных программ для операционной системы, находящейся… Существует риск, что если не все компоненты разработаны правообладателем, а часть взята, куплены у кого-то, то этот пункт будет невыполним. Опять же, может быть, с точки зрения уже сейчас, может быть, заказчика этого по-другому, но вот коллеги из комитета считают, что это тоже требование можно отложить, немножко облегчить работу. И, наконец, последний, я, чтобы не это быстро головку по Европе, ну, 12.36 – это об установлении запрета на допуск программного обеспечения из иностранных государств. Здесь буквально вот один пункт. Понятно, что все постановления можно и нужно актуализировать регулярно. Ну, вот буквально один пункт. Программа обеспечения должна быть совместима не менее чем с тремя операционными системами, ну, из реестра. И вот существует риск, что сейчас этот пункт сложно реализовать из-за недостатка вот таких операционных систем. Опять же, вот один из вариантов, я уверен, Ренат поправит и коллеги, наверное, от регуляторов поправят. Ну, вот такое предложение. И последнее, значит, это уже не конкретный документ, а вот когда появилось, помните, в начале, в конце позапрошлого, в начале прошлого года появился реестр паков. Мы все так радовались, наконец-то там паки получат льготы и так далее, и так далее, когда столкнулись с тем, насколько же это трудно, безумно трудно попасть в этот реестр. И мы вроде предварительно договорились, что, слушайте, если есть там лицензии, там сертификат стек ФСБ, все, это вот уже наше родное, давайте туда по какой-то упрощенной процедуре. Нет, все, заставили опять доказывать там по каждой железяке российскость. Это надо, кроме Минпромторга, идти в торгово-промышленную палату. Торгово-промышленная палата иногда два года рассматривает, чтобы доказать, российский он или не российский. Меньше чем за два года, никак не посмотреть. Потом там Минпромторг, они сваливают друг на друга, кто виноват. Потом, значит, надо быть и в реестре Отечества. И зачастую одну и ту же информацию нужно подавать в разные инстанции. Мы говорим, слушайте, если мы действительно, вот сейчас цифровой блок правительства за последние годы сделал огромную работу, просто потрясающую работу, и госуслуги, и вот это все. Да можно сделать и здесь сервис одно окно. Вот один раз туда сдал набор документов про сотрудников, про производство, про лицензии и так далее. И не нужно каждый раз, а уже государство само там отберет, вот для того, чтобы попасть в этот реестр, возьмите вот этот набор документов из того, что мы сдали, в этот такой. Вот это как такой социальный призыв, призыв, пожелание, просьба, вот уважаемые профильные ведомства. Давайте вот над этим поработаем. Мы, как, я уверен, все компании по информационной обязательности готовы просто вместе дружно помочь сделать. Вот, вот. И суть инициативы, вот я на словах рассказал, чтобы вот я когда вижу текст, инстинктивно начиная в него рассматриваться и читать. Я словами сказал идею. Это вот здесь перечислены там какие-то реестры, куда примерно одно и то же. Ну и вот здесь я просто хотел сказать, что это взгляд именно специалист по информационной безопасности, потому что у других, может быть, у других там комитетов, разработчиков, у операционных систем или чего-то еще будет своя правда. Но поскольку у нас сегодня конференция по информационной безопасности, это вот такой взгляд вот в этом разрезе. Спасибо. Ну, я позволю себе небольшой комментарий, особенно по последнему предложению. Казалось бы, вроде для потребителя вот все вот эти вот истории с попаданием куда-то там чего-то в какие-то реестры, она как бы не очень значительна. Но помня тезис, который у нас прозвучал про недостаточность средств на информационную безопасность, на самом деле вот это все создает дополнительную стоимость с точки зрения денег и с точки зрения времени для разработчика. И это дальше, естественно, переходит на потребителя. То есть, по сути, надо понимать, что когда к вам приходит разработчик программного обеспечения или средств, не знаю, технических с информационной безопасностью и говорит, слушайте, у меня ценник вот такой, а вы смотрите там условно на какой-нибудь Фортинет, который стоил там гораздо дешевле, то надо понимать, что разработчик туда заложил вот эти все расходы. И идея про одно окно, это как раз к вопросу Минцифры о том, каким образом можно сократить косты для конечного потребителя с точки зрения импортозамещения. Это один из вопросов. Но мы про аппаратно-программные поговорили. Давайте про аппаратные. Ренат. Ну, на самом деле, можно приходить брать презентацию, отматывать назад. Сегодня вспомнили 325-е постановление. Это постановление о доп. требованиях. То есть, сейчас идея какая? Да, если включат опять назад, да, я буквально прокомментирую. Вот, в части оборудования там, здесь, наверное, может быть, Евгений даже прокомментирует, хотя это другой департамент. Сейчас блок по совместимости с, сейчас я попробую, с отечественным железом. На самом деле, он согласован вот этот, да, пятый пункт как раз. Он согласован с Минпромторгом. Само по себе 325-е постановление по поручению Чернышенко должно выйти к апрелю. Вот, и мы с вами получим окончательную редакцию этих требований. Вот, важный момент, который я хочу отметить. Вот, каждое из этих требований, оно будет иметь какой-то отложенный срок или отложенную норму, как по совместимости с операционными системами. Например, там, антивирусное ПО, офисные продукты, базы данных, они уже сейчас совместимы с двумя и более операционными системами. Поэтому срок будет установлен тому сроку, который с момента вступления самого постановления. А по другим классам, вот мы сейчас в ассоциации, в том числе, это обсуждаем, по каким классам установить? Где-то будет 2025 год, где-то там середина 2025 года, где-то начало 2026. То есть будет установлена сетка, с какого момента эта совместимость должна быть обеспечена и будет проверяться Минцифрой, в частности. Это вот я отвечаю на то, что как это будет реализовано. Вот очень важная здесь тема с открытым ПО. Смотрите, здесь вот, если бы не было злоупотреблений на этой части, когда сейчас в эпоху активного импортозамещения коллеги, у коллег, назовем их недобросовестными разработчиками, есть соблазн брать открытое ПО, менять иконки, значит, русифицировать, что-то дописывать, по максимуму, если что-то дописывают, и создавать производное произведение, идти в Роспатент, получать свидетельство, Роспатент не устанавливает уровень экспертизы вот в это СПО, и дальше включать в реестр. Соответственно, наша задача отделить, ну, условно говоря, добросовестных разработчиков, а не добросовестных. Если бы не было этой задачи, наверное, не появлялось бы это требование. Вот требование там, на самом деле, состоит из нескольких уровней, наличия дистрибутива, наличия возможности собрать производные произведения из исходников, инфраструктура на территории Российской Федерации, техподдержка, вложение вообще в этот дистрибутив, потому что, вы сами понимаете, создание клона open source, оно практически не стоит ничего, зато потом на этом хотят заработать. Эта вот история очень сложная, мы ее несколько лет с Минцифры пытались сформулировать, а вот оно должно появиться. Вот, репозитории. На самом деле, сейчас у всех, давайте так, возьмем крупных и развивающихся операционных систем, активно я имею в виду, они уже созданы, дистрибутивы уже есть. Мы сегодня вспоминали в первую часть в пленаркете российские операционные системы. В принципе, это тоже одно из требований, подтверждающее, что разработчик операционной системы способен развивать и, значит, развивать и как операционную систему, так и экосистему своей операционки. То есть, по совокупности критериям будет понятно, где у нас там шаромыжник, как говорят наши некоторые коллеги, а где добросовестный разработчик. Это тоже большой признак, показатель, вот сейчас мы говорим сокращение импортозависимости, перехода на отечественного разработчика, я имею в виду, который соответствует всем требованиям законодательства. Ну вот как-то все, наверное, про это. Можно я, короткий вопрос, буквально экспресс, дискуссия. Вот, а если говорить не о вот этих крупных компаний, которые сидят в Москве, Питере, где-то региональные IT-компании, вот студенты, они отучились, да, они хотят работать на этом рынке, они хотят ворваться со своим этим, но начинать сразу сделать свой репозиторий, сразу полностью написать весь код, они не могут, им с чего-то нужно начинать, они берут СПО, что-то допиливают, и если их в этот момент отсечь, не пускать, вот логика абсолютно правильная, должно быть свое, они только иконки поправили, но с другой стороны, не сделаем ли мы барьер для новых компаний, для молодых, для региональных, для стартапов, мы их всех отсечем, если будут жесткие условия, отсечем от реестра. Ну вот, здесь может быть непопулярную вещь скажу, но вот коллеги, многие сейчас скажут, что операционных систем много, сильно много, сильно больше, чем нужно в нашей стране. Вот я отвечаю на этот вопрос не с точки зрения операционных систем, хотя это тоже показатель, а вот хотелось бы, чтобы ресурсы студентов и так далее направлялись на создание российских продуктов там, где они необходимы, а не на дублирование решений, которые уже есть. Вот было бы здорово сейчас соптимизировать вот этот ресурс, которого нам не хватает. Мы сегодня наверняка будем говорить несколько раз про кадровую историю. Ну вот смотрите, пока минцифры нет, она не может ответить, сейчас вернется, и мы его попытаем на эту тему, но смотрите, в чем парадокс. Парадокс в том, что потребности у конечного заказа, заказчика по большому счету сформулированы, в том числе в нормативных документах и сформулированы в его бизнес-деятельности. То есть заказ, то есть все для того, чтобы заказ произошел, есть, но вот этого заказа не случается. По какой причине? Это отдельный вопрос. И те моменты, которые мы сейчас обсуждаем, говорят о том, что вот та нормативная база, как минимум, по импортозамещению, которая сформулирована, она немножечко опережает время. Возможно, действительно, часть формулировок, она требует изменений для того, чтобы сократить, собственно, расходы в том числе у заказчика. Но по большому счету оно впереди, поскольку весь мировой рынок этим занимался уже на протяжении многих десятилетий и выработал и репозитории, и как стартапы поглощать, и как стартап финансировать со стороны заказчика, и кучу всего остального. У нас этой культуры развито не было, ее надо создавать. Но тогда простой вопрос уже в сторону регуляторов. Чуть попозже дам слово. В сторону регуляторов. Вот что надо сделать для того, чтобы со стороны разработчиков стоимость их разработки не перекладывалась на заказчика, или наоборот заказчик был готов платить за информационную безопасность, несмотря на то, что в нормативных документах все уже существует. Давайте с медцифры начнем. Ну, смотрите, я продолжу, наверное, сказать свой предыдущий тезис о том, что задача все-таки замотивировать руководителей все-таки применять и платить за ИБ. То есть вот этот лаг о том, чтобы вынудить платить, он обязателен. Ну, или вынудить, причем здесь в кавычках, это не там неплохое слово, о том, чтобы он осознал эту проблему. Минцифры в данном случае не является органом, который карает, мы не карательная структура, тем не менее, в области инфобеза мы создаем некие возможности, мы формируем рекомендации, у нас есть пути разработки разных документов, в том числе рейтинги, например, по цифровой трансформации, где информационный блок, блок инфобезовский достаточно существенный. И там есть разные показатели, которые, в общем, должны сподвигать вообще ответственных за трансформацию, безопасность, реализовывать полноценную. Был выпущен 250 указ, сегодня упомянутый, так сказать, министерством, непосредственно, при участии, конечно, регуляторов, которые, в общем, подталкивают это направление. Потом постановление правительства о подразделениях и о заместителе Гендира, какими компетенциями должны обладать. То есть министерство дает некие, скажем так, рекомендации, показывает пути и помогает, вообще говоря, ответственным руководителям предприятий понять, что за безопасность надо отвечать. И что, вообще говоря, за инфобез должно отвечать лицо подконтрольное или подчиненное непосредственно первому лицу. Так и появилось положение о замгендирах, по сути, о их компетенциях. И там прописано о том, что они должны знать и IT, и ИБ. И мы считаем, что ключевым моментом с точки зрения того, чтобы мотивацию платить за ИБ, создать, сформировать, это показать риски для информационной инфраструктуры. Они имеют отраслевую специфику, они не только заточены на инфобез, там импортозамещение, там устойчивость. Ну, та же тема с сертификатами ССЛ. Ну, это не тема информационной безопасности. Система должна была работать, они должны их получать. То есть такой риск кто-то вообще рассматривал до 2022 года? Ну, нет. Значит, и так далее. То есть вопрос, связанный с отзывом сертификатов, вопрос, связанный с компетенциями внутри по администрированию, по киберграмотности и так далее. То есть там на следующей неделе достаточно серьезный вопрос, в котором, сказать, на все на это должны отвечать, за это отвечать и должны понимать. Это очень важно, потому что очень многие годы перед этим жаловались, что инфобезников не слышат, там ЦИС, они о своем, руководители о своем, там и так далее. Вот мы пытаемся, всеми силами достаточно серьезными это показать. Кроме того, вопрос, связанный с реальной безопасностью. Ну, то есть реальная, сказать, это о чем речь идет. Ну, как вы не сертифицируете систему, сказать, у вас, если сотрудник открывает фишинговое письмо, ну, вот он просто открывает, ему можно запретить, но он все равно откроет. Вот. И прецедентов, сказать, там может быть масса. То есть мы даем рекомендации, у нас есть по внутренним системам приказ, о том, что необходимо сегментировать. Недавно обращался, сказать, не называя фамилии организации, знакомый, говорит, у нас в организации охранник открыл ссылку, типа, посмотри, какой клевый ролик, и у них шифровальщик прилетел на центральный сервак. Работа организации встала. Это СУТП. Вопрос вообще, как он по охраннику имел доступ, вообще говоря, на центральный сервак. Это первое, то есть вообще надо эту сегментацию проводить. Кто-нибудь ему вообще такие полномочия, ну и так далее. То есть это вот вскрывает комплекс мероприятий. И мы считали, и говорим, и продолжим говорить дальше, что первое, сказать, это инвентаризация активов. Вы должны четко понимать, что у вас айтишно есть, как айти может повлиять на вашу структуру, что может повлиять на айти, что я должен постоянно тестировать, постоянные пентесты. Одним из способов, который в некоторых вопросах спорный, это бакбаунти, то есть чтобы проверяли реальные боевые системы, их постоянно смотрели. И мы в данном случае показываем пример. То есть в министерстве там более 15 систем уже на бакбаунти запущено. Та же Астра Линукс выложила на бакбаунти свою операционку. То есть как проектный релиз, они тестируют и находятся очень интересные вещи, необычные. То есть сначала как бы было непонятно, потому что никто у нас операционки не тестировал в таком аутсорс формате. И были как бы, ну, как мы общались, такие не особо результаты. А потом это все развернулось и начали находить достаточно сложные алгоритмические какие-то вещи, которые ты в ходе сертификации просто не выявишь. Ты не знаешь, как эта система работает в развернутом варианте и так далее. То есть это вот важный очень момент. И, ну, Минцифр, я считаю, что это надо продолжать. И с точки зрения, ну, как в рамках министерства мы, естественно, продолжаем и должно звучать, условно говоря, с каждого утюга. Ну, то есть Минцифра законопроекта о баг-баунте поддержит? Давайте, так сказать, оно сначала, он будет выставлен, да, то есть, так сказать, мы в целом, естественно, мы считаем, что регулирование баг-баунте быть должно, безусловно. То есть тут вопросов нет. Вот. Вопрос, к какой редакции? Ну, я думаю, что это за рамки дискуссий. Значит, теперь по поводу касательно коллег реестров. Значит, действительно проблема такая существовала. Было письмо от... Сейчас боюсь соврать. Ну, у нас оно, по-моему, было формировано советником из код безопасности в Минцифре, так сказать, да, было письмо о необходимости создания рабочей группы по выделению средств защиты информации в отдельный реестр родоверенных паков. К сожалению, так сказать, как бы и со стороны активировавших это, значит, как бы активность так подутихла. И, в общем-то, реестр-то ведет Минпромторг, то есть это вообще не Минцифровая тема, на самом деле. Но мы в этом смысле готовы поддерживать и поддержим Моторс для того, что действительно так надо делать. И с регулятором мы на эту тему обсуждали, потому что есть масса вопросов, связанных с функциональностью, с возможностью того, что, ну, средства защиты информации, если программно-аппаратный комплекс, он не должен работать на разном железе, оно само по себе есть железо, ну, такой законченный продукт и так далее. Процесс находится в состоянии разработки и, наверное, тему с одним окном для инфобезненных систем, для средств защиты информации, ну, наверное, имеет смысл взять проработку. Я думаю, что по результатам можно будет повзаимодействовать, и мы это попытаемся сдвинуть. Тем более, вы же, собственно, и курируете гостех, а это как раз один из сервисов, который вполне может работать. А в гостехе там нет никого окна, там подается заявка на переход туда, дальше все уже делается без них. Вот как оно внутри будет работать, это вы уже там решите без нас. Главное, что одно окно. Я бы не вязал бы, так сказать, разработать средства защиты информации с гостехом, потому что все-таки средства защиты информации это продукт, а изделие, да, платформа гостех это некая концепция, инфраструктура, вот, в которой эти такие средства могут использоваться. Но, наверное, гостех в данном случае является одним из потребителей средств защиты информации все-таки, а здесь вопрос... Гостех в этом смысле как инфраструктура, которая вполне может обеспечить госфункцию. По сути, когда разработчик... Собственно, для зала, почему мы эту тему поднимаем, потому что на самом деле у вас у всех есть требования по использованию сертифицированных средств защиты, там, по соответствующему классу. Вопрос сертификации встает очень остро тогда, когда мы сталкиваемся с попаданием в реестр. И это точно отодвигает срок сертификации на определенное время. Поэтому это достаточно важно. Поэтому, по сути, предоставляя комплект документов в одну точку и общаясь с одним звеном, нам, как разработчикам, наверное, совершенно не важно, в какую сторону дальше будет двигаться вот этот комплект документов внутри. И это как раз один из функционалов, который, по сути, гостех может взять на себя. Я бы не ввязал это с гостехом, потому что гостех это все-таки задача унификации и какого-то, так сказать, такого сужения немножко спектра применения, а средств защиты это все-таки наоборот задача покрывать максимально широко. Но, в принципе, сама идея захода такого, наверное, имеет смысл. И я думаю, что мы к этому вернемся. Кроме того, обсуждался еще вопрос, связанный с включением реестр. Действительно, сейчас вот существует такая, что называется, угроза сесть на иглу опенсорса, мы все это дело видим, да, и садятся. То есть это связано, большинство, как мантру, или, как заклинание, говорят про операционные системы, но операционные системы, это проценты, единицы процентов от общей инфраструктуры. Там огромное количество платформ и компиляторов, и средств разработки, систем управления, систем проектирования, там, САПы, кроме средств защиты информации, аналоги, там, систем управления развернутыми инфраструктурой, аналогами, там, актив директории и так далее. То есть это огромный пласт, который существенно сложнее, чем операционная система. Тот же, так сказать, аналог Microsoft Office, да, его сделать, я не знаю, сказать, ну, то есть MyOffice, конечно, есть, он развивается, ребята, молодцы, это отличный продукт, он внедряется и так далее. Но это просто сложность задач, она несопоставимо выше, чем операционная система, как ни странно. И ресурс требует там и так далее. Это требует и время, и ресурсов, и денег, и рынка, и фидбэк, и так далее. То есть это вопрос сложный, и в этом смысле я считаю, что очень важно оказать поддержку тем, кто заходит на эти треки, находит в себе, как говорится, силы, решимости, смелости, это и там различные платформы, программные разработки и так далее. Вот, и учитывать это, потому что получается зачастую так, ну, я как бы сейчас получается немножко такой в камень в свой же огород, в министерство, о том, что да, у нас есть реестр операционных ПО, там есть операционная система, она взята, а дальше мы туда наваливаем open source, какой есть, это неправильно в целом. Ну, то есть если отечественных аналогов нет, это единственный возможный вариант, потому что задача, все-таки первая задача системы, чтобы она работала, то есть безопасность может примениться к тому, что уже работает, если система не работает, то там и защищать нечего, то есть функциональность все-таки она первична в данном вопросе, вот, но если есть отечественные аналоги, то их надо поддерживать, а поддерживать может только через внедрение, и это очень важный показатель, чтобы, сказать, аналоги использовать максимально, вот, да, это больно, это сложно бывает, там, и особенно, если это касается не технических специалистов, а там, ну, я не хочу никого обидеть, там, бухгалтерия, например, переходить на другой продукт, или, сказать, дизайнеров там пересадить на другой продукт, это всегда, сказать, сложно, больно, потому что у них задача, там, ну, налаженный процесс, да, они о другом думают, у них другие цели, другие задачи, но тем не менее, это делать нужно для того, чтобы развивать отличные компетенции, их локализовывать и, ну, повышать, как говорится, уровень знаний и квалификацию. Спасибо большое, я слово сейчас дам представителю комитета постанатизации, Владимир, вот, ваша позиция. Коллеги, ну, я вот, мы тут, у нас время стекает, здесь вопросов у нас много, я, вот, с позволения ведущего, чуть-чуть ретроспективу по нескольким вопросам, первое, что хотел бы сказать, нормативных актов много, но контролировать их невозможно, я к регулятору обращаюсь, вы не сможете их контролировать, все вместе взятые, и это и невозможно. Они изобилуют таким количеством технических деталей, что вы ни одного проверяющего не найдете, чтобы всю страну единообразно проконтролировать. В этой связи есть прекрасные и зарубежные опыты, и наш в том числе, следует исключать технические детали из нормативной базы. Они должны быть в базе технического регулирования. И для этого существуют инструменты, это стандарты, стандарты разного плана, национальные стандарты, стандарты отраслевые, стандарты профессиональных сообществ. И этот инструмент у нас практически не развит. И те механизмы, которые сейчас применяются, это механизмы, давай я бабоку валю, программу примем, там 100 стандартов включим, ну я не буду говорить области, вы догадывайся, про какие области. И в итоге выхлоп ничего, уходят сотни миллионов, ни стандартов, которых может пользоваться, ни результатов, непонятно для кого, не вообще. То есть здесь необходимо, как бы, соответствующее наличие условий, о которых тоже надо позаботиться. И, значит, я как участник работ не только 122-го технического комитета, я там секретарят веду с момента образования, ну и работа 32-го ТК защиты информации 2003 года, практически с момента основания, и 26-го технического комитета с 2008 года по криборфическому защите информации. Что я сейчас видим? Нам сейчас стали слабо поступать в последние годы стандарты смежных ТК. И смежных ТК, транспорт, энергетика и так далее, интеллектуальные транспортные системы, здравоохранение. И, коллеги, о боже, что мы там видим? Вот реализация вот этих огульных, вот мы бабки вкинем, все будет? Ничего не будет. Принимается вообще кошмар. И я, более того, вот коллегам могу вот привести просто пару цитат, вот из того, что, ну, последние пару месяцев приходило. Видите? Черт-то в деталях скрывается, да? И ужас-ужас-ужас, он конкретный. Сейчас я... Вот стандарты СТК киберфизической системы. Отлично работают ребята, то есть все, но вот то, сколько через них идет, это, значит, стандарт, проект стандарта, который есть перевод европейского или МЭКского документа, значит, что для систем, распределённых систем энергоснабжения, значит, необходимо использовать предварительно опубликованные секретные криптографические ключи. Интегратор-установщик гарантирует, что эти криптографические ключи надёжно защищены во время развертывания. Вот, вот, что хотели сказать? Значит, ну, тут полно, тут материалов, я вот ещё один, один примерчик, может быть, позволю себе. Значит, это из документа уже ПТК робототехника. Ну, там, без мозгов электронных не обойтись-то, да, и пошли стандарты. Значит, констатируются, прямо в самом начале, там много чего констатируется, в частности, отмечают, что киберзащищённость является развивающимся направлением, и его следует учитывать при проектировании роботехнических систем. Это вот то, что нам идёт, но это не должно к нам идти. Для этого какой-то фильтр должен быть, раз, во-вторых, должны быть, значит, соблюдаться правила организации проведения работы. Дальше должны быть инструменты, инфраструктура, контроль и соответствие принятым, стандартным, принятым, разработанным надлежащим образом. И вот этот вал идёт настолько мощный, катастрофический, что, например, наша компания задумывается о, значит, развертывании специализированного курса в нашем учебном центре по разработке стандартов функциональной безопасности. Вот мы через две недели проведём вебинар, значит, именно как бы для того, чтобы получить обратную связь от коллег, мы пригласим всех, кого сможем, и вас приглашаем, коллеги. Значит, информация будет на нашем сайте, сайте Инфотекс. Значит, озвучим проблему, значит, покажем, почему недостаточно, значит, когда у тебя есть квалификация, значит, эксперт по стандартизации, у нас такой статус есть в Российской Федерации, и, значит, а есть одна система добровольной сертификации, которая готовит этих специалистов, которая рассказывает, как, какие нормы существуют, как вообще, в принципе, значит, должны стандарты разрабатываться, и так далее. Там пятидневный курс, 7-2 часа, но этого абсолютно не досталось для того, чтобы, значит, разрабатывать стандарты по защите информации, а мы сейчас получим, извините за уважение, столько пурге, что их невозможно будет, такие стандарты, используют в качестве ссылочных нормативных правовых актов. А оставляя в нормативной правовой базе технические детали, мы делаем неконтролируемый, по сути, произвольно исполняемый любой нормативный акт. И в этой связи опереться регулятору будет не на кого. А когда ты вытаскиваешь из нормативной базы документы технического уровня, опускаешь их в соответствующую систему сертификации, где специалисты, понятные тебе, доверенные, работают, или те же самые макаритомные лаборатории и так далее, и регулятор в Совете этой СДС присутствует, тогда можно координировать и видеть картину, что в полях это творится-то. Вы не владеете реальной ситуацией. Тот ужас, который там внизу творится, я его вижу, я молчу, потому что меня тут сразу тапками закидают коллеги, если я громко буду говорить. Но вы должны хоть чуть-чуть это видеть. Видеть можно через доверенных лиц. И я не говорю про частное государственное партнерство, я говорю о сотрудничестве. И во всех так называемых условиях разных странах именно эти инструменты позволяют политическому уровню, уровню системы принятия решения, а министерства, ведомства, те, кто решение, политика, стратегия, они владеют, что есть, что мы можем, чтобы не коллега с Апокит, не докладывал об очевидном и о тысячах этих реестрах, куда один и тот же. у нас целое подразделение создано для того, чтобы выносить в реестрах данных. Все понятно? Да. Идея это понятна. Давай послушаем, что на эту тему скажет НКЦКИ. Коллеги, начну с ответа на ремарку Владимира. Ну, тут, собственно, я очень надеюсь, что у Владимира к 59 серии стандартов нет вот таких вопросов, как и он сейчас зачитал, потому что мы там посильное участие были. Ну, так вот, я хотел сказать, что конкретно мы с вами эту историю начинали, вы прям конкретно мы с вами. Продолжение другая компания пошла. неважно, да, но начинали именно мы с вами, первый стандарт написали мы с вами, вот, продолжать надо. Если кто не знает, вдруг, да, этой серии стандартов недавно, в феврале исполнился год, да, эта серия стандартов, значит, управление компьютерными инцидентами, да, ну, интересно, они есть в интернете. Запускать надо. Это, что касается стандартов, да, и я как регулятор к стандартам отношусь именно так, говорит Владимир. То есть, мы все технические подробности вложили в стандарты и теперь в своей нормативной правовой базе, в том числе в будущие планируемые, мы хотим просто делать отсылочные нормы на данные стандарты, говорим, что хотите изучить терминологию, пожалуйста, у нас не будет новой какой-то терминологии, вот эта терминология устоялась, то есть она одобрена сообществом в лице, ну, собственно, ТК, грубо говоря. Кстати, хотел ремарку сделать, что на мой взгляд ТК есть и должен являться тем самым фильтром. Уж как вам тяжело бы не было эту ерунду все читать, но это тут так и есть. Когда со смежных ТК приходит 100 листов и вот там все тоже, вот я вам привел примеры, это невозможно. Я потом позже добавлю, есть одно решение. Что касается реестров, давайте я позволю себе еще более ретроспективу, значит, откуда взялись эти реестры. Ну, во-первых, я предваряю свои, так сказать, слова, скажу, что... согласен полностью с мнением коллеги по реестрам, значит, но откуда вот эта биполярочка у нас взялась с реестрами, да, все правильно. Напомню, что изначально опять эти реестры, это, извините за такой термин, отрыжка вот опять же либерального периода регулирования, да, для чего они вообще изначально были нужны? Для того, чтобы получать государственные субсидии. Так-то, на всякий случай, я напомню, значит, ни про какую безопасность там изначально речи вообще не шло. Значит, да, потом это красиво, значит, завернули в том, что поддержка, значит, отечественного, значит, отечественного разработчика, да, а потом вдруг, внезапно, значит, когда вот грянул гром, да, решили резко на этот инструмент навесить новый функционал, да, то есть на, значит, микроскоп функционал молотка еще, да, навесить. Вот наша любимая история, значит, и этот реестр стало, значит, теперь про безопасность еще, да, и вот эта биполярочка, она сохраняется. Да, по сути, эти реестры в данном случае, с моей точки зрения, это все равно не что иное, как костыли, все равно. Может ли, мне никто не доказал прямой зависимости отечественности, да, с безопасностью, может, могут быть отечественные решения небезопасные, конечно, могут, там, мы кучу примеров таким знаем, можно ли сейчас построить систему безопасности на самописном софте или там на, и даже сейчас на каких-то зарубежных решениях, да, можно, можно, с определенными, значит, организациями, если ты знаешь, что ты делаешь, да, и у нас есть, там, у примера, ну, для этого нужны очень хорошие специалисты, да, это на самом деле ребята уникальные, да, у нас есть примеры, где вот до сих пор абсолютно эффективно, центр ГОСОПКа работает на, не на вендорах, да, а на самописке, плюс использует до сих пор какие-то решения зарубежные, и это все работает, это все работает безопасно, и у нас к этому вопросов нету, вот, значит, итак, еще раз подчеркну, вот это вот, опять же, биполярочка, она как раз и заключается в том, что мы немножечко, ну, видимо, скоропостижно, да, так сказать, вот навесили функционал безопасности на те инструменты, которые для этого изначально, в общем-то, и не предназначались, и отсюда наша дискуссия, на самом деле, да, конечно, ассоциация, у которой, ну, задача, собственно, расширять полномочия, ой, расширять, ну, грубо говоря, емкость рынка, да, увеличивать, расширять области сбыта для отечественных решений, говорит, ребят, вот, и совершенно справедливо говорит, да, что вот те, тот функционал, который вы навешиваете с точки зрения безопасности, он вот сейчас реально трудно реализуем, потому что емкости рынка, по сути, еще и нет пока, ну, то есть, короче, это экономическая теория, на самом деле, а мы здесь безопасники сидим, я сейчас боюсь закопаться, да, вот, в эту историю, я не специалист, я просто говорю о том, что я вижу, да, в настоящий момент. В то же время безопасники говорят, да нет, ну, а как, а как без этого, ну, вот как без этого, и я как безопасник, абсолютно вот согласен с тем, что вот туда, с тем, с дискуссионными моментами, которые подсвидели Николай, значит, они должны там быть, просто они там должны быть, если там этого не будет, то с точки зрения безопасности, этот реестр, он просто ноль, ну, не нужен. Ну, потому что это основа доверия, подтверждение доверия. Вот, поэтому, вот, пока такие мысли. Понятно. Спасибо большое. Ну, к сожалению, у нас время подходит к завершению, и на правах модератора я постараюсь такую некоторую экспресс, экспресс-резюме провести. Но, для начала, так, небольшой, небольшой экскурс в историю. На самом деле, про сертификаты, которые отозвали в начале, на самом деле, думали гораздо заранее. Просто тогда этот риск приняли, считали неуместным. И здесь я почему-то вспомнил, вот Андрей Петрович Курил в зале сидит, а на этой сцене, на форуме, как это, в один из форумов, Андрей Петрович делал доклад про оценку рисков, и в своем выступлении сказал, что, ну, вот, вероятность падения метеорита, она же, как это, может случиться, но мы в это не верим. На следующий день прилетел метеорит. Ну, не к нам, а в Челябинск. Вот, это, кстати, очень наглядная история про то, что риски, которые мы, как правило, считаем недопустимыми, они-то могут случиться. И на самом деле, в нормативной документации, которая есть сейчас, и в правовых актах, практически все есть. Ну, раз что, по некоторым механизмам не хватает. Мне очень отрадно слышать, что люди, которые сейчас в органах власти занимаются тем самым нормативным регулированием в той или иной части, понимают ту проблематику, о которой мы с вами сегодня говорили. А, что нормативное и законодательное у нас обеспечение несовершенно и требует, я бы сказал так, не столько развития, сколько корректировки по отношению к тому, что есть сейчас. Второе, что, да, недостаточно контроля, контроля разного уровня. И я думаю, что мы все с вами прекрасно понимаем, что нормативные проблемы, которые, может быть, впрямую не относятся к отрасли информационной безопасности, вот мы сегодня с вами обсуждали, рееструю все эти записи, они напрямую влияют на те проблемы, которые могут случиться в практическом применении. Мы услышали с вами, что Минцифра не против того, что в баг-баунте и вообще анализ защищенности достоин отдельного закона, это точно надо обсуждать. И мы с вами понимаем, что движение в сторону выделения из нормативных документов технических деталей и погружения этого стандарта тоже находится на радарах у регуляторов. я думаю, что это неплохие результаты нашей сегодняшней дискуссии, если мы это закрепим дальше активным участием в технических комитетах и в комитетах наших ассоциаций, то можно ожидать хорошего результата. Спасибо. Спасибо огромное участникам дискуссии. Владимир. Я просто секундочку порадую регуляторов. Я наезжал представителей наших ведомств. Хотел бы отметить, что мы с твоей стороны тоже не сидим нога на ногу, стараемся ситуацию улучшить. И в частности, вот тот пример, что я вам приводил, он тоже как бы в работе и вот уже второй год заканчивается, но уже пошли на финишную прямую. Проработан вопрос по всей видимости запуска специализированной экспертизы документов по стандартизации в части безопасности инфрационных требований по безопасности инфрационных технологий. Эту работу целевым образом проводит 32-й ТК и 26-й ТК. Рабочая группа соответствующая согласованную межведомство возглавляет Александр Иванович Бондаренко. Мне кажется, он здесь сидит. Александр Иванович, вы с нами? Присутствую, присутствую. Да, здесь. Вот. Александр Иванович Бондаренко, который уже в совещании провел про стандарты. То есть ситуацию мы стараемся исправить и ждем с своей стороны шагов с стороны регуляторов, какие технические вопросы вы готовы делегировать профессиональному сообществу. Для того, чтобы развернуть соответствующие. Мы дискуссию продолжим в куларах. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ